Марина, ты с нами здесь подключилась? Да, я тебя вижу. Привет. Привет. Я тут. Мы тебя выдернули в 10 вечера. Прости, пожалуйста. Ничего. Я задумывалась ещё в 6 вечера. Но вот так вот, в 9, точнее, по Нью-Йорку, но вот так вот получилось. Да, Фазиль тоже здесь с нами, и мы хотим такое сделать, скажем так, мини-интервью. Марина у нас заходила на курс ещё, я помню, что мы с тобой общались ещё очень давно как-то, но ты пришла на курс потом уже обучаться чуть попозже, да? Ты его сначала приобрела, а потом уже, когда было удобно. Да, я его приобрела, по-моему, до Нового года, у вас там тоже какие-то скидки были из-за того, что я приезжала на встречу. Виктор приезжал у нас здесь, в Нью-Йорке. Да, и вот те, кто были на встрече, там тоже предлагали скидки. И я после Нового года, после Нового года приобрела, да. Супер. Вообще, давай начнём с того, что вообще кем ты была до IT-сферы, чем ты занималась, как вообще и что тебя привело на эту встречу в Нью-Йорке, и почему тебя заинтересовала именно IT-сфера? Я из Москвы работала менеджером по развитию регионов, вообще другая сфера, и я там работала, ну, не знаю, всю свою жизнь. А сюда мы переехали, мой муж-программист, мне кажется, он начал ещё программировать в утробе матери. Он же такой заядлый. Он самолучка, он разработчик и выучился самостоятельно. Он вообще учился, пошёл по стопам отца, учился в авиационном училище. Вот, отец был лётчиком, но так он не стал лётчиком, и пошёл в программирование. В общем, выучился сам и в программирование пошёл. Ну вот, и оказались мы здесь благодаря ему. Ему предложили здесь проект, и мы переехали быстренько. Очень быстро, скрепотизно такой переезд у нас был. Ну и вот, здесь я занималась, чём только не занималась. Вот, и муж мне такой говорит, а ты не хочешь попробовать тестирование, ну, в IT? Я такая говорю, чего? У меня всегда такая активная работа была, ну, и я сама по себе, ну, больше такой человек организационный, коммуникабельный, мне нужно общение, движение, вот. Всё такая на шарнирах. Я такая говорю, нет, это вообще не моё. Но он такой говорит, ну, попробуй, почему бы и нет. Вот, и я начала искать школу в России. Нашла университет и, ну, тоже оплатила курс, там полтора года. Вот, мы тоже с тобой, по-моему, разговаривали, я не знала, как я всё это буду совмещать всё вместе. Вот, но потом всё-таки всё это онлайн, и с Россией разница очень большая, всё это было тяжело. Ну и вот, а потом мне попался курс ваш, я не знаю, в Инстаграме, по-моему, я его увидела. Вот, и подумала то, что надо ещё уже внутри страны, потому что всё равно то, что проходит в России, немножко, немножко отличается. Да, даже не так. Наверное. Да, я увидела ваши курсы, съездила навстречу на эти ланч, вот, мне всё очень понравилось, и я быстренько решила приобрести ещё один курс. Супер. Круто. Что ж, то есть абсолютно никакого опыта до этого, кроме, да, мужа, который был рядом и программировал, у тебя не было, да? Правильно я понимаю? Не, в IT вообще не было. Единственное то, что я, когда была студенткой, я поступила, не помню даже, как называется, но тоже связано с программированием. Я отучилась три года, мне показалось, что это очень скучно, очень неинтересно, и я перевелась на другую специальность. Да, ну вот жизнь сложилась так, то, что меня опять вернули обратно в это. Ты вообще рада лишь, что тебя вернули обратно? Расскажи, пожалуйста, как проходило твое обучение на курсе КМНО, правильно? Ты же приобретала его? И вообще, с какими преподавателями ты работала? Насколько тебе понравилась та структура, в которой ты находилась все время обучения? Весь курс сложен вообще очень здорово, то, что есть все лекции, их можно посмотреть. И я еще человек, мне нужно пересматривать по несколько раз, и у меня было очень-очень мало времени, прям очень мало времени. У меня ребенок занимается профессиональным теннисом, мне с утра надо было ее отвезти в школу. После школы я ехала на работу. На работе работа у меня была такая, то, что мне нельзя было отвлекаться, но хотя бы там можно было в течение дня хотя бы одну лекцию просмотреть, ну, предыдущую, хотя я на всех лекциях всегда онлайн присутствовала. Такой возможности тоже не было. И после работы муж мне привозил ребенка на работу, и мы с ней ехали в Нью-Йорк на теннис. И с теннисом мы с ней возвращались полдесятого, и я вот садилась за лекцию. Лекцию в десять часов, да. То есть времени было реально в обрез, но все-таки я могла совмещать и эти курсы, и свои вот эти российские курсы, которые у меня тоже еще не закончились, в октябре еще только закончились. Вот, и еще своими делами нужно заниматься, там, домашними. Ну, в общем, как обычно, как у всех. Окей. Часто ты вообще посещала факультативы на курсах? Факультативы я посещала, но я их также пересматривала, каждую факультативу пересматривала снова. То есть это очень важно? По несколько раз я пересматривала, что-то записывала, но не что-то, многое что-то записывала. Так, круто. Вот, но это я к тому, что как бы если человек хочет, то как бы у него там времени не хватало, времени человек найдет и будет обучаться, да. А еще у меня ребенок перешел в другой теннисный клуб, и просто кровь из носа нужны были права, а у меня еще прав не было, и у меня все это вместе. Мне нужно было учить права. Я там какими-то уроками, пока мы едем в автобусе, я учу права где-то, слушаю лекции. Вот, а еще я тоже посещала вот эти все бесплатные онлайн-митинги, которые вы проводили. Виктор проводил, да, вот эти 10 бесплатных уроков. Да, то есть тоже все начинала. А, ты посещала их во время обучения, то есть ты обучалась на платном курсе? Нет, нет, нет. Перед тем, как переобрести курс, да, вот я съездила сначала на IT-ланч, а потом тоже вот эти все курсы, все ваши встречи пересматривала. Не пересматривала, а подключала, смотрела, ехала в автобус. Супер. Вообще были ли у тебя какие-то страхи, да, QMN, насколько это востребовано, найдешь ли ты потом работу, получится ли у тебя вообще все это такая достаточно немаленькая сумма, да, это ни 100, ни 200, ни 300, ни 500 долларов, тем более было на тот момент. Не было таких вот страхов, что если нет, это будет все впустую? Не знаю, я об этом, я об этом вообще не задумываюсь, даже не хочу об этом думать, потому что каждый человек всегда найдет то, то, что он ищет, и неважно, как рынок заполнен сейчас, мне главное быть профессионалом хорошим. то есть ты у нас сейчас прошла практически все обучение на курсе QMN, да, это все экзамены, кстати, как экзамен с Вазилем? Вы бы прошли... Пятницу. Пятницу. Я еще, я еще не закончена. Мы еще готовимся, оба причем. Да. Скажи нам, что будет на экзамене? Да, может быть, сейчас? Да, у нас... Я готов. Лер, выйди, пожалуйста. У нас Марина еще выходит, то есть она... У нас сейчас речь идет про то, как вообще проходило обучение на курсе, да, что понравилось, кто понравился, кто не понравился, насколько там было много внимания к студентам на курсе, что было схвачено, что было не схвачено. Марина у нас сейчас заканчивает, то есть она прошла все обучение, у меня остался единственный экзамен, экзамен, который пройдет в пятницу с Фазилем, и после уже будет распределение на стажировку, на стажировку, на реальный проект, и после уже будет подтверждение бэгграунда, но в целом уже на этом моменте можно произведить apply. Ты еще не пользовалась, да, блоком резюме, интервью-практис? Нет, интервью-практис я пользуюсь, интервью-практис смотрю, и у нас сейчас компот. Это CRM-система? Да. И как тебе нанести? Ну, он уже начался давно, ну, как давно, недели три, наверное. Компот – это проект внутри, то есть ты еще не на стажировке, да? Нет, 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 нет. Супер. Друзья. Вообще, вообще, если сравнивать, вот ты у меня спрашивала про преподавателей, Фазиль вообще очень классно объясняет, очень классно, очень доступно, и очень все понятно. И вот я, допустим, даже сравниваю со своей русской школой, в которой я сейчас еще обучаюсь. Вот. И классно тем, то, что на самом деле короткое обучение здорово, тем более то, что мы сейчас не студенты все, все взрослые люди. И вот это вот длительное обучение на полтора года, я думала, то, что, в принципе, это не особо много, но действительно очень много. И вот вся эта вот информация, которая, допустим, там вот это на полтора года, и то, что заложено здесь на два месяца, все то же самое, но там все растянуто. и все очень долго происходит. То есть, да, мы собираем все компактно, все, что нужно именно для IT-рынка, и в целом нацелено именно на него, все, что вам нужно для того, чтобы реально выйти и работать, все это есть. Так, тут пошли вопросы. Фазиль, ты там контролируешь, да, ситуацию в чате с вопросами, пока мы полтаем. Я пытаюсь, да, Сойя, я пытаюсь отвечать на то, что я знаю, да, но вопросы касающиеся. Привет, ты наконец-то меня увидела. Да, не только за слайдами. Да, Кристина, там просто есть вопросы, которые касаются оплаты, контакта с менеджерами, это то, это все в телеграммах. Да, это то, что я плаваю, то, что я не совсем уверен, насколько я могу. Какой-то я один вопрос видела. Да, был и к тебе вопрос. Да, вы закончили, когда нашли работу, вот я на него как раз ответила, рассказала, на каком этапе сейчас ты у нас находишься. Окей, какой блок из всего курса был такой самый сложный, где было что-то супер непонятно или просто сложнее остальных. Были ли вообще такие моменты? Да, Майя, это к тебе вопрос, я так понимаю. Да, 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 точно не к Вазилю. Ну, почему? У меня тоже были моменты сложные, когда я учился. Кстати, да, у нас с вами сегодня такой интересный эфир, прям два выпускника, потому что Вазиль тоже учился у нас еще очень давно на курсе Кеймэн, или Кьюи Автомейшн? Нет, я брал Кьюи Автомейшн, я бы не сказал, что очень давно, ну, относительно, потому что я начинал обучение, по-моему, то ли в феврале, то ли в марте 22-го года, то есть фактически прошло года два, ну, два с половиной, скажем так. Да, и достаточно быстрая работа получилась на самом нахождении оффера у Вазиля в целом, я так думаю, если сравнивать с... Я знаю людей, которые быстрее находились, я не считаю, что у меня это получилось быстро, не будет, не дать? Нет, дело не в этом, дело в том, что у меня, тогда, когда я искал работу, у меня был очень узкий спектр поиска, то есть я искал, во-первых, только ремут, то есть я даже не рассматривал переезд даже в какой-то пределах штата, ну, у меня не было такой, да, то есть до возможности, и я искал чисто автоматизацию, то есть именно вот под свой какой-то стак, может быть поэтому у меня это заняло, скажем, активные поиски работы у меня заняли 4 месяца, по-моему, я начал в ноябре, в начале ноября, и получил оффер в конце февраля, то есть я в начале марта, по-моему, 6 марта я начал, то есть это был мой первый уже рабочий день. Настолько, настолько четкая память. Ну, мне это нужно попробовать. Марин, тут еще к тебе вопрос, не жалеешь ли ты, что выбрала именно QA, а не разработку или что-то там еще? А у тебя микрофон? Все, слышно? Да. Нет, я думаю, для новичка, который вообще никогда в жизни не касался IT, наверное, это самый легкий способ попасть туда, а IT такая разнообразная сфера, я думала, то, что вообще IT раньше для меня это была вообще отдельная субординация какая-то, отдельный мир, IT это все, один программист и все, вот. А если ты туда попадешь, я думаю, то, что ты можешь пойти и и без кодирования, и в продажи, и куда ты только не можешь пойти туда. Нет, не жалею. В дальнейшем я думаю, то, что я буду, ну, посмотрю, что еще можно попробовать, и дальше пойду, да. ты говоришь, что проходила интервью-практис, вообще, как у тебя от него впечатление? Интервью-практис? Да, да, да. Влог. Я просматривала, я не была на онлайн, потому что были какие-то проблемы, меня очень долго не могли подключить. Сначала меня подключили, потом я вылетела, вот, и я знаю, что есть возможность снова попасть на онлайн занятия, вот, я хочу снова пройти онлайн, не только пересматривать, не только пересматривать лекции. А как у тебя вообще сейчас английским языком ты заходила, с какой-то базой или вообще нулевой? Не, мы сюда приехали, мы в Америку не планировали переезжать вообще, английский у меня на уровне школы был всегда, вот, и, ну, здесь брала учителей, брала уроки разные, курсы, ну, как мне сейчас кажется, у меня английский не очень хороший. Но терминологию вы на курсе подтянули. Да, да. И сейчас вот там есть у вас блог Маруся, там, мне кажется, есть вообще все, что нужно. Супер. И сейчас на интервью практик, я думаю, тоже дотянем все такие моменты, которые вообще могут быть проблемными. Тут еще такой вопрос, Марина, вы как шустрый человек, как себя в этой профессии ощущаете? Тут Эфим пишет, что он тоже селс, и организатор, есть опасения, что будет сложновато усидеть на месте. Ну, пока не попробуешь, не узнаешь. Я думаю, что коммуникация как-никак... Я так поняла, то, что QML, он связывает разработчика, и, ну, как бы в сердцевине такой находится, который нужно коммуницировать как бы со всеми. Я не думаю, что тебе придется там сидеть на месте и отступить в монитор. Ну, я могу добавить здесь, если вы хотите, особенно про коммуникацию. То есть, чисто физически, может быть, да, придется долго сидеть на одном месте, но если брать общение, то будет невероятное количество митингов, невероятное количество встреч с людьми, пусть даже и онлайн. Потому что вы, как тестировщик, с одной стороны, вы должны контактировать с людьми, которые пишут эти requirements, то есть, вы должны их изучать в требованиях к приложению. С другой стороны, вы должны контактировать с разработчиками, которые на основании этого пишут приложение. То есть, уж общения будет достаточно. Вот это я могу обещать. У нас даже, извини, я пример жизни. У нас раз в три месяца, то есть, реальный проект, это вот пример жизни. Раз в три месяца у нас будут митинги, которые могут длиться до пяти часов. Они происходят, вот этот процесс происходит в течение четыре дня, у нас прям забиты митингами, мы с утра заходим и четыре-пять часов с какими-то перерывами на кофе, на обед и так далее сидим и обсуждаем дальнейший план на три месяца. Пожалуйста. Ну да, я знаю, у меня муж, у него начинается митинг в восемь часов утра и они заканчивают часов одиннадцать, двенадцать. по-разному. Да, по-разному. То есть, ежедневно. Начинает работать. Ежедневно это минимум один какой-то митинг общий и плюс вы можете в частном порядке с кем-то связываться, созваниваться, переписываться. То есть, общения, ну, общения будет довольно-таки много. А еще, что меня привлекло в IT, это то, что ты можешь работать удаленно. Ну, как бы будет сложнее работу найти, но вот это вот мне прям очень нравится. Не нужно сидеть в офисе. Не нужно никуда ехать. Пять дней в неделю. Да. Еще, кстати, где-нибудь в другой стране работать. Вообще круто. Одним из больших плюсов, кстати, ремот работы именно в IT является, то есть, по большей части проекты ориентируются не на время, проведенное, скажем, онлайн, а на объем выполненной работы. То есть, вам дают какой-то объем работы и говорят, у тебя есть две недели. Вот у тебя пять задач, семь задач, две задачи, ну, в зависимости от сложности. Вот какой-то объем и вот тебе какое-то время. Выполни этот объем за это время. Как ты это будешь делать, особо никого не волнует. Ты можешь работать ночью в удобное тебе время. Ты можешь работать утром, днем или вечером, то есть, так, как тебе удобно. Тебя будут просто спрашивать по результатам. То есть, это тоже большой плюс. Я, например, могу в любое время дня, короткое сообщение в чат, что в течение двух следующих часов меня не будет, у меня дела. Окей, хорошо. Главное, чтобы я сделал то, что я должен сделать. То есть, я могу уйти на эти два часа в течение рабочего дня, вернуться и доработать эти два часа потом, скажем, в этот же день. Позже, или в субботу, или в воскресенье. То есть, тогда, когда мне удобно. То есть, это тоже большой плюс, вот некая свобода действий, некий выбор того, как ты сам стараешь свой день. Это большой плюс, я считаю. То же самое, я думаю, не думаю, а знаю, что то же самое мы практикуем на стажировке, так что мы вас готовим к такому лайтовому варианту работы. Если вдруг вы будете работать удаленно, то это именно то, что будет. И вообще, о чем еще хотелось поговорить? Если что, друзья, можно прям микрофончики включать или видео, мы вас всех будем рады слышать и видеть, чтобы задавать вопросы. Если пока у вас вопросы не поднакопились, то я буду задавать свои вопросы. Вот. Расскажи, пожалуйста, как вообще проходила коммуникация среди группе, среди, да, одногруппников? Насколько вы сдружились, вообще сконнектились, помогло ли тебе то, что ты была не один на один, а именно вот такая групповая учеба? Ну, вообще, я помню, у нас была лекция с Фазилем, да, и я предложила, может быть, мы создадим какую-то отдельную группу, там, назовем ее как-нибудь, Путь коферы, ну, еще что-то, ну, чтобы прям была такая дружеская, дружеское общение. Дополнительные знакомства. Вот, но как-то это дело не зашло, и, честно говоря, лично я со своими коллегами не общалась, я больше, если у меня были какие-то вопросы, то я задавала либо Фазиле, либо Надежде. Я, насколько знаю, то еще в группе у нас была тимли. Вот, вот у нас в Компоте, я тоже пересматривала лекцию, там одна девочка тоже задалась таким вопросом, то, что хочет, ну, как бы, такую какую-то отдельную группу создать. Вот, надо этот вопрос поднять, потому что, ну, я за общение, я за знакомство, ну, и вообще, прикольно так сидеть вместе, сделать домашку. А у вас же вроде бы есть в Slack отдельная группа вашей именно QA? Есть, но почему-то, ну, не знаю, может быть, мне не повезло, не особо активные. Там они не особо активные. Давай добавляем тебя во все другие группы QA, там очень много активных новичков. Давай? Не помню, в системе, да. А, кстати, в General, тоже есть в General, нет? Я, по-моему, есть там, Там вообще все, абсолютно. Так что ты можешь прямо упоминать QA-щики, давайте, пишите мне плюсики под постом, мы сидим отдельно, берем все свои руки, или я это сделаю. Да. Ты еще была в системе дома, или кем-то мне писала, спрашивала что-то про номера телефонов, что-то было тогда, я уже забыла. Да, 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 вызвалась в системе дома, тоже по-зилюк говорила по поводу времени, потому что у меня было, ну, очень, очень ограниченное количество времени. Вот, потом дочь закончила школу. Ну, да, была этим людям. И как вообще тебе дотоптать? Ну, вот тебе писала, мне было очень много мертвых душ, потому что писала и на почту, писала и в Slack, и не отвечали. Вот, и, по-моему, вот именно в моей группе было очень мало людей, которые, четыре человека, что ли, по-моему, было вместе со мной. это была, по-моему, группа Нового Года, которые пошли прямо в последний момент по акции, по всем акциям, которые, да, это было, это был такой очень неожиданный запуск, резкий. Ну, хороший экспириенс, да, раздавала домашние задания, распределяла. И даже вот тут... Вот, и, ну, Фазиль мне говорил, чтобы я спрашивала о готовности домашнего задания, но тоже не знаю, не знаю, по какой причине, по-моему, двое из моей группы, они либо перешли в автомейшн, либо они перешли на следующий поток, они почему-то... Фазиль, что с ними случилось? Достон и еще... Да, там на самом деле ситуация может абсолютно разной быть, потому что кто-то может не успевать по времени. У нас очень часто происходит такая ситуация, что человек начинает изучать курс, потом у него меняются какие-то жизненные, может быть, приоритеты, жизненные ситуации меняются, он либо начинает пропускать и переходит как бы на следующий, да, то есть он начинает это заново через какой-то время. Ну да, вот в моей группе только Оксана и я, ну это, 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 в принципе, я теперь скажу, что нормально, потому что, когда я учился, у нас в группе было 12 человек, я тоже был тимлидом, я вызвал события тимлидом, и я сейчас рад, что я это сделал, потому что это действительно хороший опыт был, да, и у нас в группе было 19 человек, изначально откликнулся, скажем так, 8, до конца дошло, по-моему, 5, вот так вот, то есть это, ну нормально, у каждого свои дела, у кого-то меняются сейчас бы приоритеты, какие-то жизненные ценности, или на данном этапе жизни у него не получается закончить, то есть это, в принципе, все мы разные, у каждого свои семьи, свои заботы и так далее. Да, тут просто очень важно отметить, что тут выше, извини, есть как раз вопросы про статистики трудоустройства, друзья, и про, тут кто-то написал, что у кого-то есть какая-то грубая статистика общая, что 10% учеников устраиваются на работу, друзья, все зависит от того, вот вы пришли на курс, есть люди, которые правда пропадают, да, и Марина тоже увидела мертвые души, которые нигде вообще никак не отвечают, все, не попали на курс, и, видимо, есть какие-то мысли, что курс пройдется сам собой, и через 4 месяца мне дадут сертификат, и я буду лучшим специалистом, и все вот так произойдет, но да, здесь нужно понимать, что если вы идете на курс, в первую очередь, мы почему устраиваем постоянные бесплатные эфиры, постоянные ланчи, постоянные там встречи, где-то что-то, для того, чтобы вы смогли все заранее увидеть, максимально, посмотреть, попробовать, и сделать осознанное решение, что вам это нужно, и вы хотите здесь развиваться, и вы видите здесь для себя точку развития, что IT для вас не просто какое-то хобби, которое можно забросить, которое, вот вы начинаете, и вы дойдете до конца, и так же, так как у нас курсы модульные, для многих это удобно, потому что многие приходят, кто-то уже знает JavaScript, кто-то знает что-то еще, они перепрыгивают, сразу начинают там, входят просто вот так вот, внедряются в чью-то группу, и идут с ними уже шаг за шагом, потому что, да, им какая-то часть первая, которая была, им она не нужна, и они могут, имеют возможность начинать не сначала, кто-то проходит экстерном, идет там, не знаю, вперед, кто-то наоборот, кому-то нужно, да, повторение матч-учение, остаться пройти там, один блок по два, по три раза, это тоже нормально, и поэтому, если мы говорим про какие-то статистики, то, да, нужно понимать, что, допустим, из 15 человек, по-любому будут люди, которые, ну, что-то поменяются, либо это будет заморозка курса, либо что-то еще, то есть они вернутся, но потом, когда потом, у нас доступ обессрочный, вот здесь тоже вопрос, хорошо это или плохо, когда мы делаем бессрочный доступ, потому что никого не поторопить в этот момент, вот, и дальше, есть люди, которые идут быстрее, есть люди, которые перешагивают модули, есть люди, которые остаются на одном и том же модуле по несколько месяцев, это, это нормально, и здесь выявить какую-то одну статистику, да, там, что вот они зашли 20 августа, значит, сентябрь, октябрь, 20 декабря все выйдут, 12 человек, или 15 человек, это идеально, но такого практически никогда не бывает, потому что у нас школа никак, да, в советское время с 8 до 5 мы сидим в школе, делаем домашние уроки, все люди взрослые, у всех есть свои дела, и поэтому, да, есть вот такой вот разнобой, оно по трудоустройствам, это все можно увидеть отметить везде в целом, мы постоянно этим делимся во всех социальных сетях, которые у нас есть, мы постоянно это контролем, менеджеры тоже списываются с выпускниками, что там с оффером, что там с оффером, когда, так обычно в течение двух, трех, четырех месяцев, есть, конечно, исключения, которые находят работу в течение курса, в течение стажировки, но так это два, три, четыре месяца, максимум, который есть, это там полгода, ну это прям максимум, и это если брать, да, еще на то, насколько человек часто делает apply, и да, и если он там это делает раз в неделю, один вопрос, если это каждый день, там с понедельника по пятницу, другой вопрос, другой результат. Марина, вы уже начинали? Мне кажется, на статистику вообще не стоит смотреть, многие люди устраиваются, ну, и они молчат, об этом, ну, я даже не могу понять, как можно статистику какую-то забрать в этом плане. Смотрите, можно я добавлю пару слов, пару слов о статистике, потому что это довольно часто задаваемый вопрос, это волнует всех, и как абсолютно правильно было замечено, очень тяжело вести какую-то статистику, во-первых, потому что не все 100% то есть доходят до конца, это было отмечено, во-вторых, как Марина правильно заметила, не все согласны, делиться своими успехами, потому что я знаю немало студентов, которые либо сообщили по секрету мне, как преподавателю, ну, одни из моих бывших студентов, просто, и попросили, то есть особо в этом не разглагольствовать, либо просто в случайном разговоре выясняется, что человек уже работает, то есть не все согласны, как бы, то есть делиться своими успехами, я не знаю причину, почему, да, но, тем не менее, это так и есть, это во-первых, а если брать уже, вообще статистика не совсем благодарная наука, потому что, условно говоря, если я зарабатываю 100 долларов, а кто-то зарабатывает, то есть там 1 доллар, наша средняя зарплата получается 50, что в принципе уже не совсем, то есть корректно, да, условно говоря, это, и во-вторых, еще, если брать, скажем так, количество студентов, которые дошли до конца курса, то есть прошли его все, выполнили все домашние задания, поучаствовали в стажировке и не сдались после первых нескольких там проваленных интервью, то тогда процент вот этих устроенных очень сильно повышается. он может там доходить чуть ли не до 90%. Просто большая часть тех, кто начал курс, она может отсеиваться на каких-то разных этапах. То есть тут уже момент сильно зависит от самого, то есть человека. Да. Ну и так человек, мне кажется, устроен, когда он, больше люди говорят в общественности что-то плохое, когда что-то хорошее, главная цель у нас устроиться на работе и все, I'm so happy и исчезаю. Люди, люди больше любят жаловаться, скажем так. Да, 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 да. Правильно. Я тоже постоянно замечаю, любой негативный отзыв сказывается очень сильно на новичках особенно. Кто-то где-то сказал, что программисты больше не актуальны, и вот все равно, что у нас по тысячу офферов, программисты не актуальны, потому что кто-то где-то не актуален случайно случился. Неважно, что у него нет опыта, что-то еще. Да, друзья, очень важно смотреть на множество факторов человека, по которому вы судите. Если в вашем окружении есть люди, которые, ну, не трудоустроились, у них есть какие-то проблемы, есть мы, которые тоже помогаем. Давайте, ведите их к нам, давайте посмотрим, что с ними, может, там с резюме проблемы, с опытом работы проблемы, может, нужен буткэмп вообще, и как бы мы помогаем не только новичкам, но и тем, кто еще почему-то по какой-то причине не трудоустроился. Для нас это тоже странно, мы это все рассматриваем, помогаем и доводим до конца. Вот. Еще какие-то вопросы про компании, в которых проходит стажировка. Это конфиденциальная информация только для студентов. Если Марина это запросит, то у меня есть фарик, я ей скину. Вот. А если это информация не для общего доступа по определенным причинам. Марина, если вы уже начинали проходить интервью, какие впечатления от рекрутеров, от рынка в целом? Нет. Я жду интервью с Вазилем. Почему? Да, да. Внутри школы, да. Первый пробный камень. Все, все, все нам не будет. Кстати, к вопросу я извиняюсь, да, к вопросу о трудоустройстве. Если просматривать меня как, скажем, объект, как какого же студента, который когда-то пришел в школу и закончил. То есть у меня, наверное, при совокупности факторов у меня, наверное, было меньше всего шансов это найти. Во-первых, потому что я вообще человек далекий от техники. Как я уже говорил, я заканчивал медицинский университет. То есть я, по идее, врач. Да. Во-вторых, ну, у меня возраст, когда я начинал учиться, у меня на тот момент было 45. Сейчас мне уже 47 получается. 48 год идет. Тоже, в принципе, частый вопрос, что мне 32 года, я думаю, что я очень старый для того, чтобы учиться. Ребята, ну, нет, абсолютно. В любой момент можно это сделать. Ну, и, соответственно, с возрастом у меня семья, дети, у меня была какая-то работа, потому что мне нужно было что-то зарабатывать. Я это все как-то умудрился совместить, пройти, выучить и так далее. Я к тому, что, в смысле, статистика не совсем корректна. Вы можете слышать абсолютно разные цифры из разных источников. Кто-то 10%, кто-то 20%, кто-то сколько-то. Но это очень, скажем так, субъективное мнение, которое рассматривается с какой-то одной стороны, с какой-то одной перспективы. Поэтому, ребята, ну, есть куча примеров и на том же YouTube-канале PASS, где студенты делятся своими впечатлениями. Тот, кто захотел, скажем так, он нашел себе работу. Если вы не будете сдаваться, если будете продолжать, ваш проект, ваше предложение, ваш оффер вас найдет. Вот и все. Прекрасная, прекрасная фраза от Фазиля. И у меня тут ходит ребенок, извиняюсь. Да, еще тут вопрос к тебе, Фазиль. А вы, когда заканчивали курс свой первый по КА, когда начали проходить интервью, как скоро устроились и почему не удавалось устроиться раньше, что решающее повлияло, на что вам дали первый оффер, в общем-то говоря, все про оффер. Ох, сколько вопросов сразу. Давай, я предлагаю у Марины 10 вечера. Я предлагаю. Уже не 10, да, если. Уже вообще 11 скоро будет, уже с какой, как мы задерживаем человека. А еще экзак. Все нормально. Да. Марин, у меня к тебе буквально еще один совершающий, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот есть, там, я не знаю, вот позови, там, самые 5 удобных вещей, которые есть в структуре ПАС для обучения. Самых удобных в структуре и в целом, с чем ты столкнулась? Что ты можешь сразу назвать? Что тебе, как студенту, помогло и облегчило обучение? Ну, во-первых, это онлайн, онлайн обучение, вот эти все лекции. Во-вторых, это огромнейший плюс, то, что нужно, потом можно пересматривать все это заново, потому что, когда на лекции сидишь, вроде бы, Пазель объясняет все, все легко и понятно. Когда начинаешь работать, когда начинаешь выполнять, там не работает, тут не работает. Включаешь заново и пересматриваешь. И, кстати, сколько раз я не пересматривала лекции, каждый раз я узнаю что-то новое. Почему-то до этого я этого не слышала, а вот в этот раз, когда я пересмотрела, я услышала. Вот. То, что есть дополнительные разные блоки, да, вот по JavaScript, вот этот Маруся очень интересная, да, по JavaScript писать, там тоже все очень доступно. JavaScript, кстати, по сути, он же QML не нужен, как мы говорили, язык программирования. Но все равно, почему? Почему, да. Рынки, на рынке. Во-вторых, во-вторых, то, что короткое обучение, 4 месяца, мне кажется, это вообще супер. Вот. И короткое обучение не вот то, что там мало информации или не хватит для того, чтобы выйти на рынок. Нет, есть с чем сравнивать. Это реально очень большой объем информации. Если ты действительно хочешь быть специалистом, то ты должен, ну, потихоньку, но все, по чуть-чуть, по чуть-чуть просматривать и выникать там, записывать, кому как удобно. Это я уже третья назвала? Это уже даже четвертая. Четвертая, да. Под JavaScript все-таки... Ну, и я думаю, то, что пятое, это огромный плюс, это то, что будет реально стажировка. Я еще этого не проходила, но я думаю, то, что это будет вообще огромный, огромный, огромный плюс, потому что это будет как реальная, реальная мини-работа. И все официально по чистому, по белому. Да, и еще, еще очень классно то, что очень подробно, вообще, самое важное, наверное, это резюме, как себя претендовать, да, вот, и вот, и Фазиль очень подробно об этом рассказывал, и даже нам, может быть, секретно-информационистский образец. Да, вот это вот, за это платят отдельные деньги, вообще-то, за вставление резюме. Вот, и сюда вот это за вставку. Сейчас я себе все запишу это. Нужно дать деньги. Да, друзья, на курсе, правда, что за вставление резюме, вот, я смотрела, какие-то там, ну, когда еще не начала учиться, здесь там полторы тысячи, берут у 500 долларов, ну, то есть, просто, чтобы с тобой человек там посидел пару часов, ставил. Да, да. А были моменты, что ты выбирала между нами и кем-то еще, или прямо у тебя просто сразу легла душа к нам, вообще, почему? Или это все... не, не, сразу же пошла, потому что я очень много просмотрела, да, я до этого говорила, и мне понравилось тем, то, что, еще раз повторюсь, есть с чем сравнивать, вот учусь в университете, и там все поставлено на поток, как бы, как бургеры, котлеты, на поток все поставлено, да, а здесь прям такая маленькая индивидуальная школа, где все, все прям очень индивидуально и как настоящий, как сказать, продукт. Продукт лучших специалистов IT. Да, 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 я сходила вот на IT-ланч, мне все очень понравилось, все, я пришла, и мужу говорю, пойду. Плотик. Не, я один. Окей, супер, отлично, спасибо тебе большое, Марин, если у людей вокруг больше нет вопросов, то я больше в целом не буду, не посмею тебя задерживать, спасибо тебе большое за то, что ты вышла к нам, не постеснялась, да, не отвернулась от такого предложения, что, да, Фазиль тоже с нами сегодня рядом, весь этот эфир пробыл, огромное спасибо всем за вопросы, за ответ. Зовите еще, уверена, что следующее интервью будет, когда я уже получу с оффер, да, я к вам обязательно приду, оставлю свой. повыше статистику, повыше статистику. Да, и будем уже разговаривать по вот такой статистике. Было бы, было бы. Уверен, уверена, что устроюсь, уверена, что получу оффер. Мы все уверены, мы все уверены, те, кто делают, они уверены, те, кто сидят, думают, надо, не надо, они обычно думают, ну, не устроюсь, вот, поэтому, конечно, устроишься. Буду набивать шишки. Да, в них никуда, первое интервью будет. Как и все мы. Да. Что ж, будем, наверное, постепенно заканчивать, так ты, Фазиф, что-то хотел сказать, я тебе так прервала. Там вопрос, там даже не вопрос, там куча вопросов, кому-нибудь были, поэтому я, наверное, я не знаю, я ждал, если Марина хочет уйти, то, пожалуйста, в смысле, мы не будем ее задерживать. Если нет, то это окей. Я отвечу на эту кучу вопросов, когда я заканчивал свой первый курс по QA, курс QA Automation я закончил, по-моему, в начале осени 22-го года, что-то вот там, вот в этом районе. Второй раз, когда начал проходить интервью, но первое интервью я начал, честно говоря, то есть поздно, и я до сих пор на занятиях советую не повторять моих ошибок и начать проходить как можно раньше. Любое интервью – это опыт, любое интервью – это новые знания, потому что вам могут задать вопрос, вы его не знаете, после интервью вы тут же начнете его гуглить, как показывать практику человеческой психологии. Эти знания наиболее глубоко укоренятся у вас в голове. Начал проходить я, скажем так, активно я начал апплаяться на позиции в ноябре. И почему не удавалось устроиться раньше, не знаю, это сложный вопрос. Что решающе повлияло на то, что вам дали оффер, тоже сложный вопрос, потому что на интервью основное – это понравиться интервьюеру, а чем я понравился, я уже не могу сказать. Улыбаться, улыбаться. Да, это само собой, это обязательно, это вообще без разговоров и так далее. Запомните, что в основном ищут не работника, а, скажем так, то есть члена команды, коллегу, который бы идеально подходил не только по техническим скиллам, но и по характеру, но и по настроению и так далее. Интервью, после которого я получил оффер, оно больше было техническим, скорее, чем каким-то, то есть беревиал. Но, видимо, я как-то людей зацепил, видимо, я ответил правильно. Там были и беревиал-кэши, то есть по типу того, кем вы себя видите или а почему вы к нам оплатитесь, ну вот эти. То есть я на них тоже как-то ответил, видимо, как-то я им понравился. Не знаю уже. Это сложный вопрос. То есть понять, что творится в голове у интервью, это тоже отдельная вообще то есть тема для разговора. Да. Ну вот, в принципе, как мог, так ответил. Спасибо большое. Тут еще резкий вопрос к Марине. Личный вопрос к Марине, где именно она живет, в Нью-Йорке. Я думаю, вы уже, если что, с Ханой спишетесь отдельно, чтобы тут твои адреса не... Нью-Йорк, в гости хотят. Хотят в гости, да. Я велкам. С удовольствием. Боже, как приятно, что у нас такие студенты открытые есть, и их на самом деле... Хотя, хотел сказать много, но на самом деле получается, что не так много, раз у нас не так много таких эфиров. Еще очень жду вашего воркшопа, который будет 23 или 21 сентября. Да, это тоже, мне кажется, будет очень круто. Все там встретимся. И Фазиль, правда, в Сакраменто. До Нью-Йорка он до нас не хочет долетать, не может. Но мы все запишем в Нью-Йорке какое-нибудь видео и отправим Фазилью. Видео, привет. Буду ждать. Так, представим еще вопросы. Это все были вопросы к Фазилю? Вроде бы да. Что ж, тогда будем заканчивать. У нас как раз пять минут до конца эфира остается. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний и урок, и эфир. У нас получилось достаточно большое, большое интервью. И я думала не задерживать себя на полчасика там всего лишь провести, но получилось так, что получилось как всегда. Надолго. И, да, надеюсь, что они сильно не... Главный результат. Надеюсь, будущие студенты хоть немножко развели какой-то страх, то, что это IT, это просто вообще какой-то какой-то безумий. Да. Мне кажется, каждый сможет. Прекрасно. Друзья, каждый сможет. Марина смогла и на следующее интервью уже будем брать с оффером. Единственное вопрос времени. Мы ожидаем ближайшие месяцы... А, подождите, будет еще стажировка. Вот после стажировки ближайшие 2-3 месяца ждем новый эфир с интервью, с оффером. всем большое спасибо. Всех тоже ждем на курс. 20 августа у нас идет старт кео-мену, кео-автомейшн, поэтому welcome. Всех будем ожидать 20 августа. По всем вопросам оплаты, многочисленным, которые были в чате, друзья, пишите, пожалуйста, менеджерам, мы вас всех обязательно скоординируем, поможем, скинем все ссылки, информацию. А еще вот большой плюс, да, то, что можно взять в рассрочку, вот, что делала я. Да, очень классно. И то у меня там такая накладка получилась, по-моему, с тобой это решали. Я не ожидала, что нельзя снять деньги, да, много, и нужно было ждать подтверждения на банк, что я подвела тебя немножко, но все равно. Нет, нет, все хорошо, меня никто не подходит. Кстати, тоже на эфире Мухабат, если не ошибаюсь, она еще здесь, не здесь, которая тоже с этой проблемой. У нас многие, да, если что, на Зел и во многих моментах есть ограничения, лимиты, это нормально, ничего страшного, здесь тоже мы всегда идем навстречу, как бы в этом проблем тоже обычно нет. Вот, и рассрочки, и оплаты мы всегда делаем удобные, лояльные вам. Если студент хочет учиться, если студент настроен серьезно, то мы вообще сделаем все, что угодно, чтобы для вас обучение прошло максимально комфортно, мы оплаты и обучение, потому что как только вы становитесь нашим студентом, наша с вами общая цель, самое главное, единственное, это ваш оффер. Вот, к чему мы все вместе с преподавателями, с менеджерами, со всеми идем. И, конечно же, вместе с вами. Вот, на этой прекрасной ноте предлагаю закончить. Всем желаю хорошего вечера, доброй ночи уже кому-то. Большое спасибо всем за присутствие и будем на связи. Христина, там последний вопрос, где запись этого вебинара можно посмотреть? Запись можно будет посмотреть как раз в Ютубе или также напишите, пожалуйста, мне в Телеграм, я вам вышлю ее и записи прошедших уроков. Телеграм я свой дублирую еще разок. Ну, и в Телемшо. Спасибо.